Возлюбленные в сегодняшнем выпуске, мы с вами отправимся в удаленное африканское село Кимана в Кении. Здесь я буду проповедовать местным жителям Евангелия Царя Иисуса. Оставайтесь с нами, это важный выпуск. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Шалом, возлюбленные, пусть Бог благословит вас. Я желаю вам всех благословений Божиих во имя Иисуса. Я в восторге от того, что покажу вам особый выпуск. Я повезу вас в удаленное село в Кении, которое называется Киманом. Это село настолько удалено, что когда мы прилетели в столицу Кении, Найроби, то многие из тех, с кем мы говорили, никогда не слышали о нем. В Кимане живет древнее племя Масаи. Это одна из самых примитивных народностей, живущих на земле. Возлюбленные, мы будем проповедовать там Евангелие. Вы увидите, как люди приходят к Господу, как из людей выходят бесы. Вы даже увидите, как городской вор покается перед всей общиной, расскажет людям, что он украл у них и вернет им украденные. Это будет удивительный выпуск. Поэтому спасибо, что смотрите передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Вместе мы достигаем с вами этот мир Евангелием. Кимана — это поселение в провинции Рифт-Валли. В Кимане проживает племя Масаи. Масаи — простой народ, который ведет полукочевой образ жизни. Традиционная их жизнь связана с выпасом скота. Как и у израильских пастухов, скот является их основным источником пищи и валютой. Их платья, украшенные синими и красными цветами, являются исторической африканской одеждой. Масаи верят в жертвы Богу. Они убивают скот, сжигают его, а затем возносят курение своему Богу. Женщины Масаи каждое утро брызгают молоком в сторону небес. Они делают это в качестве жертвы Богу. Масаи живут в Буше, содержат скот и любят свою культуру. Они придерживаются некой формы христианства, но у них нет полного откровения о спасающей благодати Иисуса. Их ритуалы — это практики Ветхого Завета. Масаи нуждаются в настоящем, мессии Иисусе, и понимании Его безусловной любви. Послание Иисуса состоит в том, что Отец любит вас. Я хочу сказать вам это еще раз. Все послание Иисуса состоит в том, что Отец любит вас. Весь фокус Иисуса был сконцентрирован на Боге Отце. А послание Иисуса к нам состоит в том, что мы должны представить в своей жизни нашему Отцу, чтобы мы сдались на милость Его любви, потому что Дух Божий был излит в наши сердца. Благодаря Нему мы можем взываться. «Авва Отче, мой Бог и мой Отец». «У вас есть Отец». Несколько часов назад я говорил с одной девушкой. Я говорил вместе со служителем Майклом. Мы говорили с молодой девушкой. Ей 23 года. Она сказала, что обязана поговорить с нами. Она должна была рассказать нам свою историю. Возлюбленная, и вот что она рассказала. Когда она была маленькой девочкой, папа бросил ее и переехал в Соединенные Штаты Америки. Она выросла без отца. У нее никогда не было отца. Но Иисус сказал, «Я не оставлю вас сиротами». Иисус – Сын Бога. И в нем мы становимся сыновьями и дочерьми Божьими. Теперь у нас есть Папа. И мы сказали этой девушке, «Ты не одинока. Твой папа, Бог-отец, очень сильно любит тебя. Ты никогда не была одинока. Лично я вырос в богатой семье в Соединенных Штатах Америки. У нас дома было семь ванных комнат. Еще у нас была экономка. Бассейн на заднем дворе. Но деньги не удовлетворяли самую глубокую потребность в нашем сердце. Потому что только Бог только Он может дать нам настоящую самореализацию». Иисус сказал, что Его пища – это творить волю Его небесного Отца. «Но я хочу задать вам сегодня один вопрос. А знаете ли вы на самом деле глубоко внутри себя, что у вас есть Папа? Что Бог-Отец есть ваш Папа? И что Его любовь изливается в ваше сердце? И что Он желает, чтобы мы с вами положились на Его любовь. Его любовь ближе к нам, чем наше собственное сердце. Иисус ближе к нам, чем наше собственное дыхание. Бог – наш Папа. Бог – наш Отец. И хоть Адам согрешил, и человечество было отделено от своего Папы из-за греха, Иисус пришел, чтобы вернуть нам взаимоотношения с нашим Папой. Вернуть нам взаимоотношения с Богом Отцом, чтобы мы по-настоящему ощутили Его любовь. Возлюбленные, изучая Писание, мы видим, что некоторые люди более склонны к принятию Слова Божьего, чем другие. Село Кимана в Кении было трудным местом для проповеди слова. Знаете, даже во времена Иисуса были города, которые не каялись, когда Он приходил туда. Он предупреждал их, что Содому и Гаморе будет легче, чем городам, которые не покаялись. Но в последний вечер в Кимане во мне поднялся дух, и я под помазанием Духа Святого бросил людям вызов. И любовь Божия достигла их. Я здесь для того, чтобы сказать вам сегодня, что Иисус дает вам этот шанс. Возможно, это ваш последний шанс, чтобы действительно прийти к Нему. Сегодня в Кимане, тут в Кении, Иисус здесь, и Он хочет увидеть, желает узнать, кто Его, кто любит Его и кто ожидает Его возвращения. Многие из вас никогда не принимали Иисуса в полноте, но я здесь для того, чтобы сказать вам, что Иисус вернется за вами. Если Бог обращается к вам сейчас, и вы знаете, что должны отреагировать на этот призыв, то выйдите вперед прямо сейчас. Я хочу, чтобы те из вас, кто желает принять сегодня Иисуса, подняли свои руки. Если вы хотите принять Иисуса, то поднимите сейчас свою руку. Сейчас мы примем Его Сына, в наши сердца, потому что Иисус это путь к нашему Папе. Он умер за наши грехи и воскрес, чтобы дать нам взаимоотношения с Отцом. Иисус Бог использует этого человека, чтобы влиять на жизни других. Он не мог приехать сюда из самой Америки или Израиля напрасно. Я вижу, что в нем есть любовь, которая приходит от самого Бога, чтобы достигать людей, касаться жизней, менять жизни людей, делать так, чтобы люди лично познавали Иисуса. Возлюбленные, вы видите, что Бог делает в удаленном селе Кимана, в Кении? Знаете, без вас я бы никогда не смог этого сделать. Вы приехали сюда из разных стран, чтобы проповедовать Евангелие. Мы должны принести Иисуса в самые удаленные места мира, потому что Он скоро грядет. И нас ждет награда за те души, которые спаслись через это служение. Я хочу поблагодарить вас за финансовую поддержку. Шалом, друзья, я на ТБН Фэмили Медиа в Кении, что в Африке. Благодаря телевидению нас смотрят по всей стране. Мы зайдем вовнутрь, покажем вам, что там происходит, и возьмем пару интервью. Идем. Во-первых, мы мультимедийная платформа. Мы занимаемся теле- и радиовещанием. Вы увидите наши радио- и телестудии, а также административные помещения. Кроме того, вы увидите наш зал вещания. К тому же мы занимаемся местным продакшеном. Мы снимаем по шесть местных передач в неделю для Фэмили ТВ. Мы снимаем как медицинские шоу, так и свидетельства людей. Устраиваем ток-шоу о проблемах церкви и политики. Затрагиваем различные сферы. Рави — настоящее благословение. Я познакомился с ним год назад. Он приехал к нам, и мы сразу же взялись за дело. Он любит Африку. У него удивительное видение для Африки. У нас много общего. Вот почему мы пытаемся донести послание максимальному числу людей. И Равин помогает нам в этом. Мы благодарны за партнерство. Его передачи благословляют многих. Его программы выходят дважды в неделю. Люди хорошо принимают их, и мы хотим сотрудничать с ним. Нам с вами нужно откровение о любви Бога, нашего Папы. Не теряйтесь в поклонении. Но просите откровения у Иисуса. От Иисуса. Последнее утро я говорил в Силе на церковном служении о любви Отца. Я получил невероятное благословение. Наверное, это запомнилось мне больше всего. Помазание сошло в Силе, когда Божий народ, настоящие верующие, собрались вместе, чтобы поклониться Богу. Я увидела в Равине Иисуса. Я увидела ту любовь к народу Божьему, которая есть в нем. Во-первых, Равин, помазанный муж Божий. Он действительно помог нам подняться на новый уровень. Он такой помазанный. Многие получили освобождение от демонических духов на его служениях. На самом деле, он великий муж Божий. Он помог нам увидеть еврейского Иисуса. Теперь мы лучше понимаем евреев, его и самого Иисуса. Он помог нам увидеть Иисуса и обрести с ним настоящую духовную связь. Кроме того, многие отдавали свои жизни Христу. Я считаю, что Бог привел Равина в этот город, чтобы поднять нас на новый уровень посвящения Богу. Мы стали свидетелями невероятного спасения мужчины, который был вором. Он действовал так. Сначала знакомился с людьми, становился их другом, а когда люди начинали доверять ему, то он крал у них. Они даже не подозревали об этом. Он крал даже в церквях. Этот молодой человек — главный над всеми ворами в городе. Он давно был вором. Он крал у многих людей мотоциклы, обносил магазины. Вчера он принял слово «Равина». Всю ночь он не мог спать. Он позвонил мне сегодня в 6 утра и сказал, что хочет меня увидеть. Я сказал ему, чтобы он приходил к нам на собрание. А затем он сказал, «Теперь я хочу принять Иисуса. Я хочу измениться. Вчера я услышал слово от Равина. И я не успокоюсь, пока не приму в сердце Иисуса Христа». Я был поражен тому, что кто-то открыл свой тайный грех в сей общине. Мы сами увидели, как сила Евангелия Иисуса преобразила жизнь этого человека. И он по-настоящему изменился. Изменилось его сердце. Он ощущает себя свободным. Полностью свободным. Полностью. Он говорит, что сделал много зла людям в этом месте. На этой неделе я украл у церкви и ощутил обличение, услышав проповедь Равина. Вор покаялся публично после моей проповеди о любви отца. Он признался публичное перед всей общиной. Он сказал всем, что он вор, и что он обманывал их. На следующий день он решил пойти дальше и попросил меня и других помолиться за него. Они привезли его в отель, где я жил. Он встал на колени, когда я молился за него. Возлюбленное — это был исторический момент. Этот человек пал так низко. Он жил во тьме. Но Иисус достиг этого человека. Этот человек отреагировал на любовь отца, пришел ко свету и покаялся публично. И не только это. Он не только перестал делать зло, но провозгласил в вере, что хочет делать добро. Вот так Иисус сменяет жизни людей в далекой Африке. Когда я возложил на Него руки и начал благословлять Его, то думал лишь о том, что ждет Его дальше в жизни. Вчера я был вором, а сегодня я — последователь Иисуса Христа. «Возлюбленное, где бы я ни проповедовал Евангелие в Африке, всюду начинается демоническая активность. И точно так же было и в Кемане. Когда я начал проповедовать слово, бесы начали проявляться. Я помню один случай, когда два брата начали одновременно бесноваться. Они начали освобождать первого брата. И когда это происходило, то второй брат также начал бесноваться. Он подбежал к своему брату и схватил его. Нам пришлось разъединять их. Мне пришлось схватиться за второго брата и положить его на землю. А затем заставить его посмотреть мне в глаза, потому что я знал, что если бесноватый посмотрит мне в глаза, то я смогу изгнать беса, потому что глаза — это ворота, это двери нашей души. И нас ждал успех. Бесы начали выходить из них. Они говорят, что сегодня они родились свыше. Это сделал Иисус. Еще одно освобождение от демонических сил произошло с женщиной. Она начала громко бесноваться, когда я проповедовал Слово Божие. Я провозгласил власть над бесами в этой женщине, приказал им повиноваться имени Господа Иисуса. Но эта женщина должна была исповедовать, что она имеет власть над бесами во имя Иисуса Христа. Мы начали работать с ней, но она не исповедовала то, что имеет власть над этими бесами. Над бесами. Нет. Над бесами. Над бесами. Над бесами. Во имя Иисуса скажи это. Я приказываю тебе отпустить эту дочь Божию во имя Господа Иисуса Христа. Я приказываю всякому бесу уйти. В итоге, после многих усилий, эта женщина сделала шаг веры, приняла власть над бесами во имя Иисуса. И когда она исповедовала Иисуса своим Господом и сказала, что у нее есть эта власть над бесами, то она мгновенно получила освобождение. Это удивительная история, которую вы должны увидеть. Что Иисус Христос – Господь. Иисус Христос живет во мне. Теперь в тебе, Иисус. Скажи, у меня есть власть и сила над бесами. Я считаю, что нам выпала великая привилегия. Лично я никогда ранее не встречался с верующим евреем. Кроме того, многие жители нашего города также не встречались с верующим евреем. Мы считаем, что нам выпала привилегия принять кого-то из 12 колен Израиля в нашем городе, в Кимане. Это великая привилегия. Из всех мест в Африке, где я проповедовал Евангелие, Кимана оказалась самым трудным. Но, несмотря на трудности, когда я осознал произошедшее, то увидел удивительные вещи. Увидел перемены в жизнях людей. Люди получали избавление, выходили вперед и отдавали свои сердца Господу. Произошло много всего. Мы были в удаленном месте, где только местные жители проповедовали Евангелие. Как я уже говорил, мы имели дело с одной из самых примитивных народностей на планете. Я очень благословлен, потому что Отец посылает меня проповедовать Евангелие по всему миру. Мы призваны быть послами Христа. Но Писание говорит особенно тем, кто идет в такие места, как Кимана, как нам пойти, если кто-то не пошлет нас. Я хочу, чтобы вы знали, что выполняете Писание, помогая мне. Я хочу поблагодарить вас за пожертвования со всего мира. Благодаря этому мы вещаем передачи на телевидение и радио, а также проводим Крусейды. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Отец использует передачу «Узнавая еврейского Иисуса» для созидания Царства и подготовки Его Церкви к скорому возвращению. У нас есть лишь немного времени на земле, чтобы использовать свое время, свой талант, свое сокровище для проповеди Евангелия. Хочу спросить, будете ли вы использовать свое время, талант и сокровище для проповеди Евангелия? Хочу попросить вас финансовой поддержки. Если вы чувствуете, что Господь побуждает вас в сердце, ответьте Ему. Шалом! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Недавно для меня открылись удивительные двери. Эти двери — ваше служение. Каждый день, когда я смотрю ваше шоу, то делаю пометки, чтобы поделиться ими с другими. Эти пометки помогают нам сблизиться. Джи Би из Луизианы. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «До озарит вас Господь светом лица Своего, и будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо Своё, и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом». Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok